Вспоминая события прошлого, в частности кончину династии Романовых, многие задаются вопросом, был ли Ленин причастен к смерти всего семейства свергнутого императора. Да, действительно, произошедшее вызывало много споров в общественности, потому как одни считали, что российский революционер имеет к совершенной расправе прямое отношение, другие же полностью отвергали эти домыслы, поскольку каких-либо доказательств и документов, подтверждающих их, найдено не было. Однако отсутствие улик никоим образом не доказывает отсутствие указаний из Кремля, которыми руководствовались большевики для выполнения столь жестокого преступления. Почему можно с уверенностью предположить, что именно Ленин был инициатором царского убийства? Первый факт, бросающийся в глаза, отсутствие суда над теми, кто преступление совершил, а ведь исполнители убийства легко могли бы осудить за превышение власти и самоуправства. Кроме того, в центре отнеслись к случившемуся уж больно спокойно и безразлично, что только подтверждает данную гипотезу. Согласитесь, если бы Николай II как-то фигурировал в их будущих политических играх, его кончина была бы большевикам очень невыгодной, а значит само убийство должно было вызвать громкое недовольство и негодование. Еще один факт, который Ленин пытался долгое время утаить – сокрытие им совершенного преступления. Стало известно, что советский деятель на дипломатическом уровне не признавал массового лишения жизни царской семьи. Также за ним была замечена спекуляция слухами о спасении царицы и наследников даже в то время, когда все они уже были мертвы. Так какие же причины могли сподвигнуть Ленина на столь жестокую расправу? Историкам удалось определить три возможных мотива. Первый. Месть Романовым за брата, приговоренного к казни в 87 году. Второе. Боязнь того, что наследники Николая II станут знаменем контрреволюции. Именно поэтому все семейство было уничтожено. Третье. Желание истребить убийством царя русское национальное государство. Свидетельством этого можно считать каббалистические признаки ритуального убийства, на которое в то время был искушен далеко не каждый.